Красноярцы смогут добиться ремонта двора без каких-либо серьезных усилий. Специалисты городской администрации предложили новую схему взаимодействия с жилищниками. Теперь горожанам рекомендуют на общем собрании жильцов самим создавать программы ремонтов дворов, представлять их управляющим компаниям и приглашать к себе во двор специалистов по благоустройству. Первыми этому схему опробовали жители улицы Фурманово. Что у них получилось, знает Надежда Семендеева. По плану асфальтировать вот здесь вот всю эту площадку. Такую инспекцию ждут в каждом дворе, но сегодня повезло жителям Покровки. Сотрудники администрации центрального района вместе с жилищниками решают, как будет благоустроен двор на улице Фурманово. Сколько асфальта нужно положить на разбитые дороги, откуда убрать металлолом, который раньше назывался лавочками и где поставить новые скамейки. Инспекция приехала, чтобы посоветоваться с жителями, но диалог получается далеко не сразу. Люди не привыкли, что кому-то важно их мнение. Галина Телегина рассказывает, полвека писала жилищникам, но откликнулись они только сейчас. Не знаю, доченька, ремонта вообще здесь не было. Мы зашли, как заасфальтировали, здесь было. Было вроде бы все хорошо, а потом вот как отопление, стали копать, вот здесь закрыли кочегарку и стали копать. Перекопали все, и вот лет пять, наверное, уже так вот. Все заасфальтируем, заасфальтируем. Писали письма, все хорошо. Вот сейчас, как вам сказать, администрация у нас стала. Ну вот, работает. В этом году, обещают чиновники, многое изменится. По поручению главы Красноярска, программа ремонта дворов будет полностью ориентирована на горожан. И специалисты районных администраций, прежде чем составлять смету ремонта дворов, будут опрашивать даже тех жителей, кто на встречи с ними принципиально не ходит. По поручению главы города Красноярска, Камышу Кривича, мы разработали анкету, в которой указаны все виды работ, которые возможны по данному капитальному ремонту дворовой территории. Соответственно, мы проведем работу, предварительный опрос, что жители хотят. К каждому зайдем в квартиру, за каждый вид работы он проголосует за, либо против он. Чтобы эти работы были сделаны. И, соответственно, потом по этому предварительному опросу составится титул работ, которые будут сделаны, и они уже осметятся. Раньше смету ремонта дворов предлагали управляющие компании. Теперь добиться замены асфальта или установки малых форм сможет каждый. Главное – инициировать общее собрание жильцов многоквартирного дома. Жители на собрании, на общем собрании, могут принять решение по благоустройству своего двора. В зависимости от того, есть ли деньги на счете дома, и есть ли таковые деньги есть, это решение может быть обязательным к исполнению сразу же. Всем, кто хочет попасть в смету ремонта дворов на следующий год, не нужно откладывать дело в долгий ящик. В департаменте городского хозяйства рекомендуют инициировать собрание жильцов в ближайшее время. И вот все те предложения граждан, которые вот сейчас они внесут в районные администрации, в управляющие компании, составят эти эскизные проекты, именно они и будут реализовываться в ходе этого ремонта. Естественно, все дворы одномоментно не отремонтируют. Но адреса, которые люди сами же утвердят, которые попадут в программу, вот именно там будут удовлетворяться все эти потребности. Сколько дворов отремонтируют следующим летом, пока неизвестно. Список объектов, подлежащих ремонту, появится на сайте городской администрации только 19 ноября. Но уже известно, что по этой же программе в Красноярске появились сотни новых сверкающих и безупречных дворов. Надежда Сминдзяева, Эдуард Баглай, Новости.